Мне приятно видеть в нашей студии бесконечно прекрасную и всепобеждающую Полину Шувалову. Полину, поздравляю. Спасибо. Добрый вечер. Ты знаешь, что весь мир пристально следит за изменением цвета твоих волос. Вот. Просто я когда в интернете находил твои фотографии, каждый раз цвет был разным. Значит, теперь ты блондинка. Да. Пока так. Пока так, да. Что будет на следующем турнире, пока неизвестно. Да, но любуемся. Ну, и в этом турнире ты скромно стартовала, зато, кажется, разгоняешься. Получается, да, играешь сейчас? Ну, постепенно, да. Вхожу в турнир. А в прошлый раз ты, наоборот, сначала набрала плюс шесть, а потом немножечко притормозила. Да, а потом пошла в обратную сторону. Ну, ладно, давайте посмотрим сейчас сегодняшнюю партию, которая, мне кажется, получилась достаточно интересной, увлекательной. Сейчас диаграмма у нас выходит на экран. Давай, вот с стрелочками. Ну, расскажи все, что можно рассказать. Все, что нужно. Ну, Алина, как бы, известная, френч-плеер. Френч? А, француженка. Ну, просто француженка, давай по-русски скажем. Француженка играет французскую всю жизнь. Ну, разменный вариант. Это готовилось, да? Конечно. Такой я избрала план с длинной рокировкой и шесть, три ноля. Ну, и слон же пять. Ну, и, как бы, надеясь создать какую-то атаку. Ну, теперь, там, на ферзь е7 ход е5, конь е5 тоже можно пойти. Вот, поэтому Алина отошла слоном сразу же. Ладьяш е1. Ну, и тут сразу сыграла по центру. Мне казалось, довольно интересный тоже ход. Я за нее смотрела, и там ферзь d6, условно, с такими же идеями, с c5. Вот, ну, c5 сразу тоже интересно. dc, ферзь c8. Здесь как-то пешку брать на b6. В принципе, я думала, что можно взять эту пешку, пойти здесь, скажем, король b1. Потому что немедленных каких-то угроз у черных нет. Ну, то есть, кто знает, может, пешка скажется. Но все равно как-то было бы неприятно. Там где-то ферзь c5, может, где-то конь d5 потом пошел бы. В любом случае, мне пришлось бы здесь как-то какую-то аккуратность проявлять. А не хочется, да? Лучше играть активно и неаккуратно. Согласен, да? Ну, да. Лучше не вскрывать так линии на короля без необходимости. Я думаю, что по стилю просто ей было это очень приятно. Да, она же такая агрессивная все-таки шахматистка. Ты решила, чтобы она побольше защищалась. Может, это для нее неприятное как раз решение было? Ну, пыталась изо всех сил. Конь d5, ферзь c5. Здесь проходил, к сожалению, слон f6, конь d7. Тут слон b2 вроде не проходит. Там король b2 и уходим. Но ферзь g5 шах, король b1 или f4, ладья ушла. Ну, то есть, просто вилки-то, собственно, и нет, да? Ну, да. И как-то тут ничего не получается. Поэтому я просто ушла к королю, сохраняя напряжение. Ладья d8. Ну, я просто сделала ход а3, так, как бы, сохраняя там поле b4. Взяла при случае, если бы конь с d5 на b4, чтобы не ходил. К тому же форточка иногда. Да, да, пригодится. Точно. Знаешь, вот в этот момент я заглянул в компьютерную программу сейчас. И она меня просто убила. Вот убила, наповал. Значит, компьютерная программа предлагает здесь слон g2. Ну, кажется, самоубийственный ход. Просто учителя своим ученикам обычно за такие ходы отрывают все конечности. Ладья d2 и ладья d3. Нет. Я просто здесь выпал в осадок. Потому что... Ну, как и я бы тоже выпал. Да, тут просто со стула можно свалиться. Ну, да, если кто-то берет ладью, там слон e4, слон g6. То есть просто качество скинуть. Да, позиционная жертва качества. Но я просто решил, что это такой высший класс, который надо обязательно показать людям. Ну, это было бы классное решение. Ну, ровно 0% было на то, что это можно было бы исполнить. Естественно. Ну, в другой конкретной позиции это никогда не получится. Все равно к ходу слон g2 вопросительный знак все равно. Вот стабильно. Стабильно. Никто и не рассматривал. Просто на будущее. На будущее. Да, да. Такие возможности. Когда будешь играть матч на первенство мира, может пригодиться. До Алины более человеческие, как бы играла, там, а6 с идеей b5. Опять пешку подставляет тогда, как якобы, да? Ну, да. Пешку я не взяла в этот раз. Правильно. Слон d2. Любочайшая профилактика. Хоть слон d2 я не предсказал бы тут ни при каком раскладе. Но когда слон уже оказался на d2, мне это понравилось уже. Слон идет куда-то, да? Я так и как-то собиралась увести слона и просто пешки двигать. То есть, на g5 он мне там мешается, как мне казалось. Потому что хочу g4, g5 пойти. Ясно. Поэтому я его ввела. Здесь... Стрелочки у нас как-то стираются сейчас. Вот, кажется, вот так. А, в смысле? Они не исчезают. На некоторых игровых зонах, вот я вижу, что Полина привыкла показывать, на некоторых игровых зонах делаешь ход, и стрелки исчезают. А вот здесь у нас программа работает так, что их надо петюккупается отдельно стирать. Ну, ладно. Я понимаю, но буду словами больше тогда. Да. Ну, здесь, может, g4 было, может, чуть точнее, чем... По-конкретнее, да? Ну, да. И в 4 как бы получился такой ход. В 5 я не пошла. И, в общем, не факт. Может, g4 посильнее. Ферзь b6. Ну, идея понятна. Черным нужно b4 проводить. g4. Ну, и здесь конь d7. Мне тоже казалось, что, в принципе, ход правильный, потому что напрашивающийся b4. Я бы сыграла g5. Теперь b нельзя бить из-за конца a4. И черный без коня. Поэтому здесь конь d5. И дальше я хотела ферзь h5 играть. Тут у черных. Если g6, то мы просто все перебиваем. Перебиваем и играем ладей e6. И, ну, вот что-то такое я тут досчитала. Типа ладья d6. Шах. Сюда g6. И нет хода коня f6 из-за ладья f6. Красиво. Ну, вот примерный вариант. Поэтому здесь, видимо, f5 надо ходить. И здесь... Думала как-то так взять. Пойти ферзь h3. b. Ну, и просто вот эту позицию. Тут, не знаю, может, конь c4 сразу. Может, и на e6 потом взять. Ну, острая борьба интересная. Ну, такая, да. Крайней мере, мне казалось, что у меня здесь инициатива. Согласен. Поэтому черные пошли конь d7. Ну, вот грамотно еще как-то все срослось так. То есть, тут ничего не потерялось на d7. Я думала, там слон опять ферзь h5, конь d7. А, ну, это то, что при ладе d7 то, что могло получиться. Но здесь ладе e8 ход есть простой. Поэтому я пока взяла... С другим порядком ходов, да? Взяла, да. И здесь, ну, не знаю, ход слон a5. Ну, как бы я умничать стала. Я не знаю точно, как бы как там оценить вот эти все осложнения. Мне казалось, что в мою пользу. Вот, то есть, ну, здесь можно было как-то f5 пойти. Я думала, слон d5. Там на g5, может, ef можно взять. Слон f5, слон e6. Ну, то есть, как-то черные не разваливаются. Ну, слон a5, идея была, что если ферзь c6, то просто ферзь... Я поле d8 взяла под контроль и просто могу уже 5 пойти. Ну, да. В b4 нет никакой контр-игры здесь. Да, нет b4, нет ладе d8. И дальше я могу как-то там ферзь h5 выскочить. Ну, да. Вот и дальше. Относительно простая игра, да. Ну, она взяла слона. Принципиально, правильно. Хапнула. Конечно, как. Слон-то живой, вкусный. Прекрасно. И здесь, ну, вот слон h4. Ладья d1 и слон c6. И здесь тоже может быть ключевой момент. Я выбирала между ладья d6 и ходом ладья d3. То есть, тут совсем разная игра получается. Ну, как-то я не видела нигде прям победы. То есть, ладья d3, слон e7. Тогда она уходит. Я играю g5, король g8. И здесь, к примеру, ладья h3. Так. g6, ферзь e5. Поэтому ладья d8. Теперь, ну, не проходит ферзь h5. Потому что отвлекает. Ладья d1, король a2 и за слон d5 шах. Неприятный ход. Иначе там был бы мат. Поэтому ладья d8, видимо, надо бить. На ферзь d8, ферзь h5 это мат, поэтому слон d8. Ферзь, ну, и ферзь h5, король f8. Ферзь, видимо, шах. Взяли на... Ну, вот... На такую позицию, да, ориентированную? Да. Либо можно не сразу давать шах. Ну, не знаю. Как бы она... Мне так неясно было. То есть, можно дать шах, дать шах. B3. Ну, не знаю. Ну, сама инициатива сохраняется. Да. Приятно. Еще по материалу хорошо вроде бы. Ну, может, да. Может, g6 просто дальше пойдем. Не знаю. Может, ладья... Ну, где-то раньше надо искать за черных. Вот я не уверен, например, что все это правильно. Но, в общем, приятно видеть такой напор и такую веру, так сказать, в свои возможности, в свои ресурсы. Хорошо. Давай смотреть дальше. Вот. Ладья d6, слон d5. Ну, тут другая идея уже была. Идея g5. Слон не ловится, но как бы генеральная идея это вот король g8, ферзь h5. Генеральная идея была это на слон f2 пойти ладья d7. Ух ты, не f5. Ух ты, я думал, f5 ты хочешь и g6, а? А f5... Ну, f5 тоже был ход, тоже как вариант. Тут, может, ферзь... Ферзь c7, g6, fg, fg, там ладья куда-нибудь ушла. Да, там сложно все, да. А ты хотел сыграть ладья d7? Я хотела, да. Да, я хотела ладья... Не, вот давай вот здесь слон f2, да. Да, ладья d7. Теперь, если абстрактный ход, там, b4 или какой-то, то g6. Или, например, ферзь b6, g6, fg, сюда слон d4. И здесь ладья g1. О, красиво, да. Слона отвлекли и на g7. Ну, да. Ну, здесь как-то не получается. На ладья d7 тут, видимо, g6 надо играть. Ферзь h6. И здесь, опять же, у меня идея, я хочу f5 пойти. То есть, к примеру, я смотрела ладья d8, все равно f5. Ух ты. Чтобы на ладья d7, f6 сыграть. Да ты что. Количество красот на одну отдельно взятую партию уже... Ну, перебор, да, какой-то... Давай мы... Сейчас, давай, у нас вариантов очень много. Не, ну, приятно, что ты демонстрируешь такие ужасы. Итак, сейчас еще раз. Слон f2, ладья d7. Ага. Можно чуть-чуть подумать. А слон e4 что? Ферзь e2, что ли, да? Просто. Так, слон e4. Ну, видимо, да, ферзь e2. Ферзь e2. Ага. Ну, да. Принимается. Так, Женя, неужели у черных после ладья d7 нет ничего? Так как-то давай вот слон f2, ладья d7. Как-то странно. Ну, вот g6, допустим, все-таки. Ферзь h6. Теперь, ну, все-таки f5, там это будет только угроза взять gf. То есть, может... Здесь слон e4. Ну, я просто спрашиваю так. А что, собственно, хотим-то? Просто так я на всякий случай интересуюсь. Так. Ну, просто вопрос задаю. Не знаю. Может, ладья d8 мы это хотим сыграть. Еще что-то. b4. Это точно? Не, ну, да. Тут как-то... Нет, это не то. Тут я не успеваю пойти. Аж 4, аж 5. Ну, аж 4, да. Не, ну, аж 4 есть, да. Но надо смотреть там дальше. Черные тоже на кого-то будут нападать. Не знаю. Может, да. Может, слон f7 это полная фигня, как оказывается. Нет, ну, это не фигня. Если есть тактические, так сказать, ловушки, какие-то капканы, то обязательно соперница должна попасться. В соперницу же надо верить, правильно? Потому что не только же в себя верить. Соперница, ферзь e2. Ну, тоже ушел куда-нибудь. Да. Кстати, не так много полей, на самом деле. Нет, с улнца 5-то можно сыграть, наверное. b4 же никто не будет играть. Как-то так. Ну, тоже медленно. Медленно. Даже b4 может сыграть. b4, а может, как раз... А, нет, не успевает. Не, ну, может, успевает. Да, b. А, ферзь e5 и ладья h3, да? Даже здесь есть чудной ход f6. Ну, здесь, может, успели чудом каким-то f6. Непонятно. На gf даже ладья f7 есть странный ход. Чудеса, да? Какие-то. Нет, ну, тут досчитать невозможно, видимо. Тут можно в атаку только верить. Да, не знаю, может, вместо ладья d7 все-таки, да, там как-то f5. Но тут тоже до конца не досчитаешь. f5, ферзь e7, g6, и там ладья может с f8 уйти, а может быть, действительно взять на g6. Я смотрел, ладья с f8 куда-то уходит, и там продолжается какой-то сумасшедший дом. Да, ну... Ну, может, да, сюда все-таки там ладья... А, ну да, я просто хочу ферзь h7, ферзь h8 и ферзь h7. Ну, вот поэтому вместо взятия на g6, вот здесь давай f5, значит, слон f2, f5, слон f2, f5, ферзь c7, g6, и ладья уходит на c8, допустим. А, вот так. Да, и вот тут, дело в том, что если ты здесь идешь на g7, то это происходит без шаха, понимаешь? Так можно и проиграть. Ой, тут проиграть можно за обе стороны, потому что... Ну, тут на c2 главное висит. Ну, там только один шаг, не стоит так уж драматизировать ситуацию. Сейчас какой-то, может, есть ход условно так. Как это? Ну, это так просто... А, нет, или... Как это? Что-то... Я думала, f6 какая-то там. Ну, нет, наверное. Да, я понял. Нет, ну, тут ты подумала бы и нашла бы следующие 10 сильных ходов. Да, ну, не знаю, может, да, вместо ладья d6 все-таки ладья d3 было правильно. Хорошо, хорошо. Ну, такой точный истин очень трудно остановить, что во время партии, что после, но... Нет, ну, вот ты ринулась в эти осложнения невероятные, и где-то вот за счет напора тут пересчитала соперницу. Ну, b4 сыграно. Кстати, компьютер-то первый дел b4 рекомендует. Б4, но здесь, да, я хотя бы могу взять, взять a, b4, 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 b8, b3. b3 сразу ничего плохого не получается, да, и можно, наверное... Ну, может, черные удерживают равенство, да, как бы у них... Ну, какая-то инициатива, я думаю, равенство неправильная оценка, просто компенсация за пешку черных какая-то имеется, а 5, a4 надо, наверное, играть, да, что-то... Да, там ладья d3 как-то... Ладья d3 удерживает. Наверное, то же, что в нашей партии, только с парой нижних пешек. Да, да, вот сколько пешек, одна пешка или две, имеет большое значение. Ну, давай покажи оставшуюся часть партии, может быть, там были какие-то нюансы. Да, ладья d8, ну, видимо, просто ошибка, ладья d7, g6, ферзь h4, ну, и то есть мы получили вот эту позицию только у меня... Только две, да. ...пара пешек. Тут у нас пошел цейтнот, поэтому я как-то, я думаю, играла не лучшим образом. Здесь допустила пешку на а3. Ну, ничего страшного, кстати, не произошло. То есть здесь можно было как-то там дать шах, забрать, играть ту же позицию только... Пешка еще оставалась. Да, ну, правда, на оценку, то есть нет, нужно защитить будет на f4. Ферз d2, да, или что-то? Нет, вместо короля 2, да? Да, как-то сделать какой-то... Ну, наверное, все равно хорошая позиция у белых. Просто пешка больше была. Да, 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 ну, пешка на а3 обречена в любом окончании, а твои-то пешки проходят. Ну, тут она уже немножко так авантюрная играла. Просто, да, мат не получился, ферз d3, ферз d4. Ну, да, да, там только шахи. Ну, а дальше уже... А дальше уже совсем элементарно. Реализовались две пешки. Ясно. Полин, какие планы на выходной? Что завтра, танцы или шоппинг, или горизонтальное положение? Ой, попробуем все. А, совместить. Сначала планировали войну. Сначала горизонтально. Потом танцы, а потом решили совместить, да? Да. Прогулка, может. Обязательно. А ты в Уфе здесь гуляешь? Ну, в принципе, мы тут уже гуляли, да, по-моему, почти везде. И до Салавата доходили. О, молодцы. А я из гостиницы не вылезаю, ты молодец какая, да? Вот залог успеха, залог здоровья. Гулять надо почаще, гулять. Двигаться надо. Движение – это жизнь. Правильно. Правильно. И что приятно, что сейчас после победы, выходной день, такой позитивный настрой, позитивное настроение. Полин, поздравляю, молодец. И играешь хорошо. Ну, и вообще как-то приятно на тебя смотреть. Приходи к нам почаще, особенно после быстрых побед. Спасибо. Говорит, если победа одерживается в результате затяжной, изматывающей борьбы, мы уже не приглашаем. Вот, мы бережем. То есть, это быстрая была, да? Ну, как, относительно быстрая, но я еще учитывал то, что завтра все-таки выходной, поэтому понимал, что можно, можно немножечко тебя напрячь, извини, конечно. Ну, что же, друзья, спасибо Полине и желаем ей успеха.